МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тема обманутых дольщиков и недостроенных объектов не сходит, к сожалению, с первых страниц СМИ. Расскажите, на что обратить внимание, чтобы чувствовать себя по-настоящему в безопасности? В первую очередь нужно обратить внимание на историю самого застройщика, потому что, как правило, обманутыми дольщиками становятся люди, которые доверили свои средства, застройщикам, которые либо редко, мало строят на рынке, либо, соответственно, это их первый опыт строительства и, как правило, получается первым блинкомом. То есть, в первую очередь, это история самого застройщика. Самое главное – обратить внимание на то, что строят, как строят, соблюдают ли сроки строительства, ну и посмотреть, как это модно сейчас говорить, на то портфолио, которое есть у застройщика, то есть тот объем сданного жилья, который есть у того или иного застройщика. И, исходя из этого, уже принимать решение, стоит ли ему доверять денежные средства или не стоит. Потому что, на самом деле, очень мало строительных компаний, которые берут на себя ответственность привлекать денежные средства на самом начале, на первоначальном этапе строительства, потому что, как правило, люди уже сейчас начинают не доверять. И если, соответственно, при выборе строительной компании человек обращает внимание, что даже на нулевой стадии продажи у той или иной строительной компании идут, это означает, что эта компания уже на сегодняшний момент имеет достаточно хороший бэкграунд. И, соответственно, никто из людей, которые первоначально вложили денежные средства, не сомневается в том, что этот объект будет достроен, доведен до ума. Ну, для примера, мы можем сказать, что группа компании «Единство» только в первом полугоне 2017 года сдала уже порядка 125 тысяч квадратных метров жилья. А это примерно 1900 квартир. То есть порядка 2000 семей на сегодняшний момент только в этом году уже получили ключи от новых квартир, от групп компании «Единство». И все дома, которые, соответственно, компания строит, все сдаются в те сроки, которые прописаны в договоре с нашими уважаемыми клиентами. То есть важно, чтобы компания была именно открытой, и можно посмотреть информацию, наверное, на сайте. Да, еще немаловажный вопрос. Максимальная открытость компании. То есть когда человек перед выбором той или иной строительной компании может ознакомиться не только с ее историей, но и с всей необходимой информацией по выбираемому объекту, посмотреть всю отчетность данной компании, соответственно, ну и посмотреть в первую очередь, какие достижения были у той или иной компании. То есть это, во-первых, открытость самого сайта компании, это доступность информации в открытых источниках, это принятие участия компаний в открытых обсуждениях, я имею в виду социальные сети, я имею в виду различные форумы, когда зачастую люди начинают смотреть по тем отзывам, которые оставляют отольные компании в интернете, соответственно, предыдущие, так скажем, клиенты. И если, соответственно, количество позитивных отзывов гораздо больше, чем негативных, то по сравнению даже с тем, как выбирает, например, отель, когда собирается ехать отдохнуть, то можно, в принципе, смело доверять той или иной строительной компании. И если компания не принимает участие в публичных обсуждениях, закрывает темы те или иные для обсуждения, то это невольно наводит на мысль о том, что есть что скрывать, и есть, соответственно, информация, которую они бы не хотели, чтобы она доходила до клиентов. Ну и плюс ко всему, сейчас на сегодняшний момент достаточно много рейтингов, которые публикуют открытость той или иной компании. И вот, например, Национальное объединение застройщиков жилья совместно с российским агентством строительного комплекса сделал рейтинг открытости всех строительных компаний России. И по итогам ранжирования группа компаний единства получила рейтинг открытости B1, то есть это компания с наивысшим рейтингом открытости на территории Рязанской области. То есть если клиент захотел приобрести квартиру в группу компаний единства, то не заходя в офис из открытых источников, он может получить практически всю информацию не только об объекте, но и о компании. То есть, по сути дела, придя уже к нам в офис, он может обладать всей полнотой информации, необходимой для того, чтобы сделать правильный выбор. Вы уже упомянули о том, что люди доверяют мнению других людей. Насколько стоит прислушиваться к советам родственников, друзей? Действительно ли они могут оценить качество застройщика? Вы знаете, когда-то давно была реклама, «Семья плохого не посоветует». Мы проводили даже некое исследование, и порядка 30% клиентов групп компании единства – это люди, которые приобретают квартиры по рекомендации родственников, знакомых, либо друзей. То есть, условно говоря, пользуются так называемым сарафанным радио. И если посмотреть, что у нас где-то порядка 12 тысяч клиентов, 12 тысяч человек, то есть практически каждый 50-й житель Рязани является клиентом групп компании единства, то, по сути дела, вот эта народная молва позволяет достаточно большой процент сделок проводить именно по рекомендации друзей и знакомых. В 2017 году снизились банковские ставки, расширились кредитные предложения. Действительно ли сейчас самые выгодные условия? Или стоит чего-то подождать? Ну, знаете, мы с опасением ждали периода, когда закончится так называемая программа государственной поддержки ипотечных кредитований, поскольку небезосновательно полагали, что ставки по ипотеке пойдут вверх. И каково было наше удивление, когда после того, как программа господдержки с конца 2016 года была завершена, и начался парад снижения ставок у ведущих банков, которые работают по системе ипотечного кредитования, и, честно говоря, мы наблюдаем такой достаточно хороший спрос, более 50% людей, которые приобретают новое жилье именно через ипотечное кредитование. И где-то с весны пошел устойчивый тренд на то, чтобы все, в основном, ведущие банки, снижали ставку ипотечного кредитования, тем самым, соответственно, завлекая большее количество людей и делая кредиты более доступными. Я думаю, что, конечно, вот эта вот тенденция на снижение ставки по ипотечному кредитованию, она в 2017 году будет иметь место. И поскольку на сегодняшний момент деньги и средства, которые достаются банкам от центрального банка, они даются все меньше и меньше ставки, соответственно, они становятся более доступны и для населения. Но здесь не только вопросы по ставкам, которые на сегодняшний момент, так сказать, даже лучше, чем в докризисные времена, имею в виду 2013-2012 годы. Более широкий спектр возможностей для самих заемщиков, когда, например, банки начинают предлагать ипотечное кредитование без первоначального взноса, тоже достаточно новая и уже популярная услуга у заемщиков. Когда идет субсидирование ставок со стороны застройщика, то есть в первые периоды, первые годы, идет пониженная ставка для самих заемщиков. И если человек реально рассчитывает погасить ипотеку у нее в течение 20 лет, которые он берет за ближайшие 5-7 лет, то есть он может рассчитывать на то, что ставка будет гораздо ниже, чем заявлено банком. И это достигается за счет субсидирования со стороны застройщика ипотечной ставки для того или иного банка. Ну и плюс ко всему, соответственно, более гибкие графики погашения, соответственно, и, как я уже говорил, либо нулевой первоначальный взнос, либо минимальный первоначальный взнос. То есть если по ипотечному кредитованию с государственной поддержкой минимальный первоначальный взнос должен был составлять не менее 20% от суммы кредита, то сейчас некоторые банки предлагают 10-15%. Кто-то даже говорит, что официально без первоначального взноса. То есть на самом деле вид кредитных услуг на этом рынке, он существенно расширился. Сейчас предлагают все чаще новую услугу, трейд-зачет. Расскажите, это действительно удобно или это какая-то акция? Знаете, на самом деле, любая акция, она направлена на то, чтобы сделать максимально удобно приобретение того или иного объекта недвижимости. И не исключением является как раз та услуга, которую мы запустили с марта месяца. Это услуга под названием трейд-зачет. То есть мы не говорим о том, что мы собираемся выкупать жилье у наших клиентов в собственность компании за существенно низкую сумму, чем оно стоило бы на рынке. Но при этом за счет наших партнеров, профессиональных агентств недвижимости, которые мы специально отбирали для участия в этой программе на территории города, мы предлагаем возможность реализовать бесплатно для клиента его квартиру по той цене, которую он хотел бы за нее получить. То есть вот в этом есть принципиальное отличие трейд-зачета. То есть человек сам говорит ту цену, за которую он хотел бы продать свою квартиру. И если агентство недвижимости готово взяться за реализацию его квартиры, именно исходя из его пожеланий, то тогда мы под этого клиента на три месяца бронируем понравившуюся ему новостройку, фиксируем полностью цену, то есть она не повышается. И в течение трех месяцев, как правило, агентство недвижимости реализует ту квартиру, за счет которой он будет покупать новостройку. Честно говоря, услуга достаточно востребована. И я могу сказать, что за четыре месяца, когда мы ее запустили, сейчас порядка ста клиентов, которые уже воспользовались и реально улучшили свои жилищные условия. То есть стоимость старой квартиры полностью сразу идет за счет новой, правильно? Да, но при этом самое интересное, что человек волен сам распоряжаться той суммой, которую он получает от продажи своей квартиры. То есть если у него возникает желание приобрести в полном объеме, он покупает, оплачивая 100%. Если у него появляются в этот период какие-то еще дополнительные нужды, он может квартиру групп компании «Дис» приобрести в рассрочку. В том числе используя денежные средства, которые он получил от продажи старой квартиры. То есть мы не распоряжаемся его деньгами до тех пор, пока он не придет, не заключит договор у нас. То есть деньги остаются у клиента. В Рязани сейчас преобладает точечная застройка. Мы все-таки стремимся к более комплексному освоению территории. Расскажите, это мода времени или это действительно новый шаг в будущее, новая веха в развитии рязанского строительства? Знаете, на самом деле, это может быть даже не то, что рязанского строительства. Это, в принципе, пожелание людей, я думаю, что на всей территории России, когда человек, покупая квадратные метры, покупает не только свою квартиру по периметру, но и покупает, соответственно, то сообщество, в котором он собирается жить, и то окружение, которое он хотел бы видеть, начиная от вида из окна, заканчивая придомовой территорией и всей инфраструктурой, которая должна будет его окружать. И зачастую люди, когда приходят на консультации, интересуются темным объектами недвижимости, на первый план не всегда выходит даже планировочное решение квартиры. Очень часто речь идет именно о том окружении, где бы он хотел жить. Интересуются сады, школы, парковочные места, детские площадки. И комплексность при строительстве довольного дома или микрорайона, она уже выходит на первый план. И здесь мы начинаем предлагать уже более гибкие, интересные условия с точки зрения освоения территории. То есть, если даже это один дом находится, допустим, в центральной части города, то он в обязательном порядке оборудуется закрытой территорией, максимально возможных размеров. Например, некоторые дома мы делаем с эксплуатируемой кровлей, чтобы дворы были не только безопасны, а они полностью были без машин, чтобы люди могли со своими детьми спокойно гулять, не опасаясь, что мимо кто-то пронесется, кто-то будет мешать, гудеть и тому подобное. То есть, машины будут спрятаны под детской площадкой, допустим. Это один из вариантов. Второй вариант – это обустройство больших спортивных комплексов, открытых, которые мы размещаем в спальных районах, допустим, Семчино, Дашково-Песочник, когда спортивная площадка, например, она превращается не только в какую-то дворовую территорию, а центр притяжения жизни вообще в принципе микрорайона. И плюс ко всему, здесь немаловажно еще отметить такой факт, что, наверное, одни из немногих, кто все-таки использует подземное пространство для размещения машиномест, чтобы и дворы, и рядом с дворами территория была максимально свободна от автомобилей. И вообще, в принципе, люди начинают на сегодняшний момент задуматься о том, что необходимо все-таки думать не только о приобретении квартиры, но и, соответственно, кладового помещения, машина, место для того, чтобы жизнь была максимально удобна не только для себя, но и для своих соседей. Потому что твоя машина может мешать не только соседям, она может в какой-то момент помешать и тебе, потому что твой же ребенок не может выйти погулять, потому что машина занимает лишних на три квадратных метра дворовой территории. Ну и плюс ко всему, конечно, очень хорошо, когда строятся в том числе объекты социальной инфраструктуры. Например, в микрорайоне Семчино совместно с другими строительными компаниями городом и областью мы начали строительство детского садика, которые приняли участие в финансировании строительства детского садика, который в этом микрорайоне уже очень необходим. и пошли мы на встречу по желаниям города и наших жителей, жителей домов, которые мы построили и финансируем в том числе строительство этих социальных объектов. Спасибо вам большое за интересную беседу. А нашим зрителям я напомню, что сегодня в гостях у нас был генеральный директор группы компании «Единство» Антон Воробьев. До новых встреч!